Близится день осеннего равноденствия. Это то самое время, когда день и ночь равны друг другу. Однако после него окончательно наступает перелом, и световой день постепенно убывает на пути к точке зимнего солнцестояния, к точке июля. Таким образом, это торжество символизирует начало нисхождения солнца в мир иной. В этот период праздновался день урожая, который присутствует в традициях большинства европейских народов. У германцев он известен как хаустбот, у кельтов как мабон, у славян как осенины или овсень. Из нашего видео вы узнаете, в чем особенность праздника урожая, какова метафизика этой точки колеса года и какие обряды и поверья закрепились за этим торжеством. Это канал Одал, и с вами Вячеслав Ларин. Усаживайтесь поудобнее, потому что в этом видео вас ждет много интересного. И обязательно подпишитесь на нас, щелкните на значок колокольчика и следите за новыми выпусками. Мы продолжим нашу прежнюю линию и рассмотрим германо-скандинавскую традицию. Но прежде чем перейти к рассмотрению сути праздника, следует уделить внимание его названию. Праздник урожая у германских язычников имеет несколько названий. Вот некоторые из них. Хаустбот, Хаустблот, Хербстсинг, то бишь Осенний Тинг. И, собственно, современные последователи древних традиций также пользуются разными названиями, в том числе и этими, которые, однако, скрывают под собой единую суть. В самом начале мы отметили, что символизм праздника урожая восходит к солярному аспекту. Поэтому нельзя забывать также о йольском светильнике и ритуале возжигания. Во время ритуала, совершаемого в этот день, свеча зажигается на вершине светильника, а затем переносится вниз, что символизирует нисходящее солнце. Подробнее о йольских светильниках смотрите в видео о йоле. Современные Асатру нередко соотносят с праздником урожая мифологический сюжет смерти Бальдра. Бальдр в данном случае символизирует уходящее лето, победу сил смерти над силами жизни. Столь же уместно соотносить праздник и сванами, богами жизни, ее радости и изобилия. И, наконец, представляется важной еще одна тема праздника урожая – благодарность духам-хранителям Земли. Существует точка зрения, что праздник, являющийся своего рода венцом годового сельскохозяйственного цикла, не мог иметь общей даты. Потому что сбор урожая у европейских народов приходился на разное время, а именно на период с конца августа по октябрь. И таким образом он мог сливаться с праздником поминовения предков, известным у кельтов как Самайн, а у славян как Осенние Деды. Это произошло в Исландии, жившей больше скотоводством и рыболовством, где день урожая слился с зимними ночами. Согласно другой точке зрения, изначальной датой было все-таки Осеннее Равноденствие. Оба взгляда не лишены оснований. Однако в наше время имеет смысл опираться на точку равноденствия, что лучше как для стройности колеса года и его метафизики, так и по практическим соображениям лучше. Ведь сейчас большинство людей уже не имеют отношения к сельскохозяйственным работам, а единое время празднования сближает сообщество. В первой книге Деяний Саксов в 12 главе говорится, что торжество, посвященное взятию города, продолжалось три дня и закончилось в первый день октября. То, что этот праздник был цикличным, подтверждается следующей строкой. Эти дни заблуждения по постановлению святых мужей превращены в дни поста и молитв, в дни поминовения всех христиан, предшествовавших нам. Это подтверждается и названием месяца, приходившегося на сентябрь-октябрь, древненорвежская хаустмонар и древнеисландская хаустмандр. Таким образом, празднование хаустбуда действительно было связано с осенним равноденствием. Конечно, имеются возражения против этой точки зрения, но об этом мы уже говорили. Разумеется, воцарившееся в Европе христианство не могло обойти вниманием праздник урожая. И ныне все торжества завершения полевых работ так или иначе оказались приурочены к дням христианских святых. Одним из основных заместителей древних богов в осеннее время оказался Архангел Михаил, чей праздник отмечается 29 сентября, то есть достаточно близко к одной из четырех основных точек солнечного цикла – осеннему равноденствию, что знаменует собой поворот на темную половину года. Долгое время праздник этого Архангела был одним из самых популярных в Германии. Потом его значение стало снижаться, вероятно, как раз в связи с тем, что осенние торжества и ярмарки стали переносить на первое воскресенье после 29 сентября, или даже позднее. В Германии в это время говорили, что летнее время кончилось, с наступлением же зимнего времени рабочий день сокращался на час. Фактически, здесь можно проследить отголоски былого деления года у германцев на два полугодия – летнее и зимнее. В Исландии полугодия именовались Миссари, и именно начало холодной половины года отмечали исландцы в зимние ночи. Следы такого деления заметны и на континенте. Например, в некоторых районах Австрии 29 сентября считалось началом осени, а в других – ее концом. Смотря куда относили дополнительный сезон, говорящий к зиме или к лету, в любом случае связь этого времени с уменьшением светового дня была очевидна и отражена в австрийской поговорке «Михаил зажигает огни» вместо солнечного света. В Германии исходная поговорка звучала так «Михаил зажигает свет, Иосиф гасит». Известно, что на День урожая проходило пиршество. В саге о Хальфреде Трудном Скальде из Подморенчной книги, она же книга из Подморенчных полей, говорится о том, что на Хаустбот также проводились игры в мяч. Как можно было уже понять, обряды и традиции, которые связаны с древним празднованием Дня урожая, сохранились также, будучи приуроченными к различным христианским праздникам. Поэтому далее мы рассмотрим именно такие ритуальные торжества, приходящиеся на День Святого Михаила, День Святого Галлуса, День Святого Мартина, Кирмес и праздник благодарения за урожай. Первоначально в Германии считалось, что к Михайлову дню должны быть закончены уборка, посев озимых, сбор винограда и плодов, вырезка сот. В некоторых районах скот в это время уже ставили в стойло. Там, где скот еще продолжали пасти на пастбищах, с Михайлова дня пускали его и на поля, так как урожай был уже снят. В этот день в Германии было принято расплачиваться за аренду, давать расчеты работникам. С Михайлова дня начинали топить в доме, когда для тепла, когда с целью уберечь строение от сырости и вредителей насекомых. В Германии и Австрии известен праздник в честь освящения той или иной церкви или в честь ее патрона – Кирмес или Кирта. Долгое время он праздновался локально, в основном в разные числа октября. Затем он был приурочен к третьему воскресенью октября, либо к Дню Святого Галуса, то есть к 16 октября. Во многих местностях, где теплая осень держится дольше, именно с Кирмесом, то есть октябрьским церковным праздником, слился праздник урожая. При этом церковь продолжала считать, что в Кирмесе слишком много языческого и всячески пыталась выкорчевать старые обычаи, заменив их своими. Но в целом тщетно – общинные пиры, светское веселье, воздвижение деревьев наподобие майских, почитание родных могил, действия с чучелом и черепом продолжали процветать среди людей. В некоторых районах празднование Кирмеса принимало такой размах и приобретало такую известность, что туда отовсюду съезжался народ, а торжества длились по целой неделе. В Альпах 16 октября стада возвращались с горных пастбищ. В Берхтесгадене, как и в других местах Южной Баварии и соседней Австрии, возвращение скота с высокогорья превращалось в большой праздник. Животных украшали еловыми венками. На голове быка, идущего во главе стада, водружали довольно сложное сооружение. Туловище обвивали гирляндами. На 16 октября приходилась одна из двух дат возвращения скота с пастбищей в Швейцарии, вторая на 11 ноября. Ее приурочивали ко дню Мартина. Сегодня в Германии традиции праздника урожая отнюдь не забыты. Более того, это один из тех праздников, который отмечается по всей стране. Хотя, как и в прежние годы, дата его в разных регионах может не совпадать. День называется «Праздником Благодарения за урожай» – Эрнтен Данкфест, или чаще в переводах «Днем Благодарения». Он был официально утвержден католической церковью в 1972 году. Отмечают католики его в первое воскресенье октября. Протестанты берут за образец Пруссию, где праздник урожая отмечался с 1773 года в первое воскресенье после 29 сентября. В эти дни престолы католических храмов выглядят приятно язычески, заставленные дарами щедрой земли. По городкам Германии проходят процессии телег или машин, украшенные зелеными гирляндами, венками из соломы, флажками и нагруженные тыквами, кабачками, репой, виноградом, яблоками и другими плодами земли. Повсеместно проводятся ярмарки, где каждый старается сделать свой прилавок как можно красивее и богаче. Словом, древние традиции продолжают жить по сей день, хотя и облеченные внешнехристианские убранства, однако во многом суть их остается прежней. Это подтверждают сохранившиеся традиции последнего снопа и праздничного шеста, гадания о будущем урожае, костры, которые жгли на этот праздник, и ритуалы проводов самого праздника. Впереди праздник осеннего равноденствия, и мы спешим поздравить наших подписчиков и зрителей, причастных старым традициям с осенним урожаем. С днем урожая, дамы и господа! Урожайного вам года! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и не забывайте, что вы можете найти нас не только на ютубе, заглядывайте в описание, там есть все ссылки на наши проекты в телеграме, инстаграме и вконтакте. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok